Это все там, в Америке. И у Китая в этом случае есть союзник. По какой повестке будут идти стороны? Свою задачу встречи с Байденом Зеленский там выполнит. То есть странная история. Здравствуйте, это Политека Онлайн. Я Инга Мизерик. Ко мне присоединяется Борис Тизенгаузен, политтехнолог. Здравствуйте. Добрый день. Ковид-19. В основном всех, конечно же, интересует, будет ли следующий локдаун. Но в Китае и Америке не на шутку разыгралась история о том, кто же его создал и выпустил. И вот последняя новость, что представитель Китая при ООН в Женеве Джейн Сюй в письме гендиректору Всемирной Организации Здравоохранения требует прозрачного расследования происхождения ковид-19 с полным доступом к американским лабораториям на военной базе в Форт-Детрик и в Университете Северной Каролины. Как вы думаете, как будет дальше продвигаться эта история? Ну, абсолютно предсказуемая, кстати, грамотная контратака со стороны Китая. Мы помним, не так давно был доклад в Конгрессе, в котором говорилось о том, что у коронавируса искусственное происхождение. Произошел он, появился на территории Китая. И вот Китай, соответственно, отреагировал. Ну, хороший ход со стороны Китая. То есть, естественно, никто не откроет доступ представителям ни Китайской Народной Республики, ни представителям ООН к этим секретным базам и лабораториям. И на что Китай, в свою очередь, скажет, вот видите, они там это скрывают, а вы на нас думаете. А я напомню, в самом начале еще Дональд Трамп называл исключительно китайский коронавирус. Он называл и уханьский коронавирус. Он очень возмущался, почему перестали так его называть. А смотрите, Китай провел грамотную политику. То есть, мы же с самого начала называли его не иначе, как уханьский вирус, коронавирус китайский и так далее. То есть, сейчас мы его называем COVID-19 и все. То есть, Китай провел работу, довольно грамотно ее провел. И я думаю, что сейчас реакция Соединенных Штатов будет для них абсолютно предсказуемой. Никаких доступов мы вам не откроем. На что Китай скажет, все, извините. Ну, во-первых, для своих граждан, которые там миллионы людей подписали эту петицию с просьбой доступа к этим лабораториям. Он скажет, смотрите, вас правительство не обманывает, правящая партия не обманывает. Это все там, в Америке. И, в принципе, у Китая в этом случае есть союзник, не один причем. То есть, в ослаблении позиций Соединенных Штатов многие заинтересованы, и Россия в том числе. Поэтому я думаю, что эта информационная волна будет поддерживаться. У нее будет несколько серий. И в ближайшее время мы уж точно окончания этих серий не увидим. Вы, как специалист, да, еще и по управлению репутацией, вот, хотелось, чтобы вы оценили, прокомментировали. Креативно достаточно подошли к этому китайцы. Их популярная рэп-группа или там рэпер написали песню на английском языке с текстом. Сейчас скажу, что вы прячете, откройте Форд Детрик. И секретарь МИД КНР опубликовал этот отрывок у себя в Твиттере. Написал, что этот рэп выражает то, что мы думаем. Что интересно, ведь Твиттер запрещен в Китае, и сами китайцы не имеют доступа к нему. Вот, на кого это рассчитано? Ну, безусловно, использование этого инструмента на внешнюю аудиторию рассчитано. То есть для внутреннего пользователя у них есть свои соцсети, внутренние. Да, всегда какой-то политический тезис, зашитый в песню, зашитый в какой-то мем, зашитый в какое-то вирусное видео, он всегда имеет распространение гораздо больше, чем этот же тезис, сказанный официальным лицом. То есть эти инструменты использовали постоянно, и у нас их используют, и мы помним прекрасно эти все популярные группы, которые зашивают туда названия какие-то и политических партий, и лозунги разные. Поэтому это было всегда, учитывая количество населения в Китае, учитывая то, что эти люди, ну и в Китае же сильно развитые вот эти бот-сети, в том числе по работе на внешнюю аудиторию. Поэтому я думаю, что да, не первая, не последняя песня, не первое, не последнее видео. Я думаю, что и фильмы снимут, и все что угодно. Голливуд, кстати, постоянно использует этот прием, когда зашивается определенный тезис, месседж для подготовки кого-то. Вот эта страна-агрессор, там вот все эти образы, да, что если, значит, преступники, то они обязательно из Албании, мафия обязательно из России и так далее. То есть эти штуки используются постоянно, и в принципе они рассчитаны на широкого зрителя. Я думаю, что, конечно же, Соединенные Штаты, возможно, они же, ну там же тоже не глупые люди сидят, то есть возможно усилят или новые факты расследования по отношению к происхождению именно в Китае этого вируса мы услышим. То есть я думаю, что реакция будет, но опять же, если честно, я вообще сомневаюсь, что мы когда-нибудь в обозримом будущем узнаем правду, где и когда этот вирус был разработан, как произошла утечка и как произошло распространение реальную информацию. То есть сейчас у нас существует масса версий, есть конспирологические версии, что это вообще даже какое-то мировое правительство. Но это смешно, хотя эти версии находят отклик у населения наших, не только наших людей. Не корми их хлебом, да, вообще их не корми ничем, дай им конспирологию покрутить какую-то. Поэтому вот все эти идеи про секретные правительства, секретные, что вакцина это значит история порабощения всего мира и так далее. То есть мы это все будем слышать постоянно. Ну, инфополе у нас практически свободное, хотя социальные сети сейчас блокируют или как минимум отмечают посты, в которых говорится про коронавирус. Но опять же информация распространяется там со скоростью интернета и остановить ее практически невозможно. Мы не обсуждаем никакие медицинские параметры, а вопрос вот с точки зрения управления народами, управления странами. Вот сейчас, когда все-таки активно в мире вакцинируется, когда вроде бы локдауны полные должны уйти в прошлое, многие страны развитые уже делают ревакцинацию, бустерную дозу. Как вы думаете, сейчас государством с точки зрения управления массами им выгодно еще закрывать людей? Будут это, скажем так, подгонять, если нужно будет, медицинские параметры под чисто управленческие? Я сомневаюсь, что будут подгонять, потому что на самом деле закрытие людей на очередной локдаун, закрытие бизнесов, ограничения, это все как раз в минус правящей партии, правящим каким-то лидерам в разных странах. Это им в минус. Мы видим демонстрации в Германии, мы видим демонстрации в Канаде, во Франции. То есть во многих странах проходят демонстрации против ограничения этих свобод, против закрытия бизнеса, против принудительных каких-то элементов для вакцинации, поэтому это только в минус государству работает. То есть если государство руководствуется здравым смыслом, например, заботится о здоровье, то возможно будут, но здесь уже я сейчас заметил, что больше уходят в сторону стимулирования вакцинации. Какие-то ограничения снимаются для тех, кто вакцинирован, какие-то бонусы, бесплатные проезды, отдельно местные власти, как в Днепре, например, какие-то бесплатные билеты в кино. То есть вот такое мягкое стимулирование, это всегда лучше. Сейчас говорят о том, что учителя, которые будут полностью вакцинированы, могут получить какие-то надбавки, премии, бонусы и так далее. Не только учителя, а те, кто работают с большим количеством людей, это тоже правильно. То есть мне кажется, что мягкая стимуляция, это всегда лучше, чем жесткое принуждение. И в правящих партиях это всегда понимают. Я читала недавно статью по Израилю, ведь это страна, которая одна из первых сделала максимум по вакцинации, файзером, сейчас опять же люди получают уже бустерную дозу. И их основная проблема, кто отказывается от вакцинации, это именно ортодоксальные верующие евреи и часть арабского населения, там меньше вакцинация, чем... И они говорят о том, что не получается достичь вот этого полного иммунитета коллективного. Вопрос о том, есть ли вот такие страны, как Израиль, не справляются. Что говорить об Украине, все-таки стране казаков и немного анархистов, которые не особо доверяют власти? Ну, я бы не сказал, может быть, что не справляются. То есть если мы вспомним цифры и количество смертей, количество заболевших до вакцинации, когда были эти вспышки, они и цифры, и количество сейчас в том же Израиле, тем более в Израиле, насколько я понимаю, там в районе 5000, да, у них новая вспышка, но большая часть приходится как раз на тех, кто не вакцинирован. Большая часть из-за этого штамма Дельта приходится на молодое население, которое там где-то в последней очереди вакцинировалось. Поэтому я не думаю, что не справляются. По крайней мере, о жестких локдаунах сейчас уже речь не идет. Это уже большой плюс. Что касается наших граждан, безусловно, должны быть не только, скажем так, вот такие мягкие стимулы, но и внятная, вразумительная информационная кампания. Причем информационная кампания как раз с привлечением лидеров мнений, и религиозных в том числе. Было такое начинание, я знаю, что собирали в Кабмине представители разных конфессий, разговаривали с ними, ну, возможно, там какие-то наглядные материалы, возможно, какая-то стимуляция вот уже от этих самих лидеров могла быть. Но, опять же, да, религия и вакцинация, это как бы, ну, скажем так, у нас в Украине существуют настоящие ковид-диссиденты из числа священнослужителей, и не только по вакцинации. Вспомните эти все там шествия против биометрических паспортов, там число зверя, там и так далее, и так далее, чипизация населения. То есть, да, в странах Африки вообще стейкхолдерами, вот этими ковид-диссидентами являются священнослужители, они тысячи людей вокруг себя объединяют и говорят, это вакцинация, это хотят нас, эти, значит, буржуины убить, уничтожить, чтобы потом наши ресурсы к себе прибрать. Нет, нет и нет. Здесь должна быть четко интегрированная, постоянная работа с лидерами духовенства. Это раз. Потому что если бабушка там где-то на Западной Украине или на Восточной Украине идет в церковь, а ей священник говорит, вы что, вакцинироваться нельзя, ее никто не убедит больше, что вакцинироваться нужно. Ни количество смертей, ни ее знакомые, которые умирают от этого, нет и все. Поэтому вот здесь, ну опять же, система мониторинга должна работать, система разъяснения должна работать. У нас врачи не все вакцинируются, которые с ковид-пациентами работают. То есть у них же тоже есть какие-то предохранители, почему они этого не делают, по каким-то своим причинам. Я считаю, глубинное социологическое исследование с опросом, реальным опросом, может быть, анонимным, врачей, священнослужителей, ну тех, кто влияет на умы наших граждан в вопросе вакцинации, это должно быть. И тогда уже, изучив почему, какие причины у этих людей отговаривать от вакцинации, можно понять, как с этими возражениями работать. Ну это как вот в бизнесе так делают обычно. Теперь давайте поговорим о том, что остаются считанные дни до поездки президента Владимира Зеленского в США на встречу с Байденом и опять же, вот с точки зрения той же репутации политтехнологий, сейчас активно говорят о том, что ну 31 число это просто унизительно, потому что это как раз то время, когда такие некие каникулы политические в США, что ни одного приличного президента приличной страны в такое время не пригласят. И вплоть до того, что может быть Зеленскому и ехать-то не стоит. Что вы об этом думаете? Ну, во-первых, Зеленского пригласили, пригласил его туда Байден. Во-вторых, Байден там будет. И нам и с Байденом нужно встретиться. То есть основные моменты нам нужно проговорить с Байденом. Там будет три основных блока. Блок экономический, блок политический и блок безопасности. То есть кто нам еще кроме Байдена там нужен? Конечно, хорошо бы было, чтобы там были конгрессмены. Как раз то ядро противостояния Северному потоку-2, которое сформировалось в Конгрессе, это и республиканцы, и демократы. То есть проговорить с ними, заручиться поддержкой, разработать какую-то дорожную карту дальнейших действий противостояния этому проекту, было бы неплохо. Но мы понимаем, что да, каникулы. И сами конгрессмены просили Зеленского, ну как-то может быть сдвинуть этот визит. Но мы же понимаем, что мы этого сделать не можем. То есть месяц идет подготовка, причем довольно детальная подготовка. Я думаю, что ближе туда мы поймем, по какой повестке будут идти стороны. Рабочие группы уже готовят документы. Поэтому это не унизительно, это абсолютно нормально. Свою задачу встречи с Байденом Зеленский там выполнит. У нас же не ставилась задача встретиться с конгрессменами, или встретиться с представителями бизнеса. Хотя я знаю, что встречи с бизнесом у Зеленского в Соединенных Штатах будут. И с серьезным бизнесом. То есть привлечение американских инвестиций в Украину, это одна из локомотивных тем, наверное, будет, помимо Донбасса, военной помощи, помимо Северного потока. И складывается интересная ситуация. После ухода Соединенных Штатов из Афганистана у Байдена позиции сильно ухудшились. У него сейчас рекордный минимум, исторический минимум поддержки населения. Потому что многие и даже демократические СМИ считают поражением Соединенных Штатов уход из Афганистана, брошенное там вот это оружие, выброшенные фактически в трубу вылетевшие деньги, которые там около триллиона, которые были залиты в этот Афганистан. Это считается геополитическим поражением. И на фоне этого, на фоне падения рейтинга для Байдена любая тема, которая может снижать его рейтинг, она будет чувствительна. А тема Северного потока-2 будет снижать рейтинг. Потому что Байден получил внутриполитическую проблему сейчас у себя в Конгрессе. Он должен будет четко и внятно ответить, почему позиция Белого дома по Северному потоку-2 изменилась. Что это за рамочное соглашение с Германией, которая не наполнена никакими гарантиями, никакими конкретными пунктами. И поэтому Меркель катается сейчас в Россию, потом к нам сюда, до этого в Соединенные Штаты ездила, потому что понимает, что времени у нее остается в качестве канцлера не так много. А проект может быть еще и не запущен или не сертифицирован. Вот сейчас суд по этому проекту прошел в Дюссельдорфе. То есть компания, которая отвечала за прокладку и за фактически кураторство проекта Северный поток-2, проиграла суд. Теперь вот этот проект Северный поток-2, он должен будет подчиняться Европейской энергетической директиве. Хотя позиция сторон была другая изначально. Польша выиграла суд по другому газопроводу, а ПАЛ тоже по российскому. Теперь Россия вынуждена будет загружать всего на 50% этот газопровод. Я не говорю, что это какие-то глобальные поражения России на энергетическом рынке и так далее. Я просто говорю, что противостоять можно и нужно. И мы здесь, и Зеленский в том числе, должны действовать исключительно с соблюдением наших национальных интересов. Не для того, чтобы понравиться Германии, потому что у нее будет потом, наверное, какое-то ключевое слово по принятию у нас в Евросоюз или в НАТО. Не для того, чтобы понравиться Соединенным Штатам. Но наша позиция такая. И чем громче мы будем говорить про этот Северный поток-2, тем больше и заноза этот проект будет становиться. А вот, кстати, Меркель попрощалась, грубо говоря. Мы понимаем, что 26-го, кажется, в сентябре должны пройти выборы. И, соответственно, будет новый канцлер либо из ее партии, либо из другой. Но это будет другой человек. И, скорее всего, это будет человек, который не прожил всю молодость в ГДР, не учил русский язык, не понимает менталитет и особенности жизни в СССР, и, соответственно, того же Путина, который в этом всем вырос. И вот здесь для нас это лучше, что придет другой человек? Или же вот это определенное ее понимание нам помогало? Ну, придет канцлер, который тоже будет преследовать национальные интересы Германии, не Украины, не Соединенных Штатов. То, что Меркель понимала, и у нее там огромный опыт взаимоотношений с Путиным, ну, возможно, это плюс. Но, опять же, никто не обольщается по поводу того, как может вести себя Путин и что нужно Российской Федерации. А Россия в том числе действует с точки зрения своих национальных интересов. Пусть имперских каких-то, пусть еще каких-то, но с точки зрения своих интересов. Да, они вот так, они автократичны, но они думают, что они правы в этом. Поэтому я вообще зарекся говорить, лучше или хуже будет новый правитель какой-то европейской страны или Соединенных Штатов, потому что, на самом деле, когда мы прогнозировали, скажем, президент Трамп пришел к власти после Барака Обамы, мы думали, ну, это хуже будет для Украины. Трамп же, он Путина любит, он в Россию летал. Помните, как он в Хельсинки сорвался без какой-то подготовленной повестки, помчался Путину там в любви признаваться, а потом приехал и не знал, что сказать у себя на родине. А оказалось наоборот, оказалось наоборот. Военную помощь мы получили при Трампе, не при Бараке Обаме. Хотя Барак Обама уже был, когда Россия напала на Украину. То есть, странная история. Еще был. Еще был, да, еще был, он второй срок заканчивал как раз. И мы думали, ну, демократы же всегда нас поддерживают. Они приезжали, поддержку оказывали, на словах говорили, что мы с вами до конца. А в итоге республиканец, ну, скажем, откровенно, сделал больше, чем демократы для Украины. И в итоге, кстати, санкции по Северному потоку-2 сохранялись довольно долгое время при Трампе. Понятно, что во главе угла у Трампа не стояли интересы Украины. Там стояли свои энергетические интересы, лобби определенных компаний в США. Но вот так получилось, так сложилось. То есть, если придет человек, который на словах раньше говорил, что я люблю Украину, это не значит, что он остановит Северный поток-2. Как раз наоборот, он будет смотреть по мнению своих избирателей, по мнению бизнес-ассоциаций в Германии, что они ему скажут. Ему же там жить, выбираться потом дальше, поддерживать рейтинг своей политической силы. Поэтому не будем обольщаться. В данной истории мы, ну, сами, сами с собой остались. И никто нам сильно не поможет. И опять же, та же самая история с Афганистаном. Конечно, некорректно сравнивать Украину и Афганистан. Но вот был союзник, вливал деньги, помогал оружием, ушел и все. Там, конечно, абсолютно другая ситуация. Религиозная там история совершенно другая. Но сегодня ты союзник, завтра нет. Поэтому нет, забыли про друзей. Жестко, нагло, если хотите, нагло и агрессивно используем свою дипломатию. Борис, большое спасибо. С нами был политтехнолог Борис Тизенгаузен. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я на коментарии с вами прощаюсь.